Всем привет дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Horizon Zero Dawn И у нас с вами будет очередная перебалансировка всего оружия Начнем с высокоточного лука карха Снимаем все это Все это мы будем снимать, почему я не могу очистить? Что за бред? Предметы, допустим, оружие отсюда этот, да Стоп, нет Изготовление А что такое? Нет свободного места, ясно Хорошо, это мы сейчас сделаем Итак, и так, и так, и так, и так Предметы, модификация Это что такое? Это мы снимаем 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 Все эти никчемные Зеленые модификации Прекрасно Теперь изготовление оружия Погнали Очищаем А зачем в принципе так? Повреждение брони здесь оставляем Пусть он у нас будет профильным Повреждение брони 23 Повреждение брони Здесь урон нет Мы его прокачиваем Стоп Стоп, стоп, стоп Зачем? 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 На урон мы его будем прокачивать Господи Урон, урон, урон Урон 42 И сюда 24 Теперь Это у нас высокоточные Дальше 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 Проща С прощи Все снимаем полностью И мы это все будем скидывать На вот этот лук Скорее всего Охотничий лук Карха тьмы Нет Это тоже здесь не будет Это здесь не будет Нет свободного места Прекрасно Модификации Есть еще какая-нибудь Зеленая ересь 47% 33% Спираль заражения Заражение Это что? 15 Ткань защиты от заражения Вот это я разберу Прекрасно Я не то сделал? Ладно Охотничий лук Карха тьмы Что это за лук? Это не то Это не то Это высокоточный лук Карха Это урон Правильно? Да Это урон Подождите Ну А как быть с отбойными стрелами? 100 Итак Он добавляет Ага 100 К урону 100 урона есть Удобство 20 Хрен с ним Теперь Охотничий лук Карха тьмы Это тот лук Который нам нужен На урон На урон На урон А в том то и дело Что урона здесь нет Повреждать броню Это бред Давайте смотреть Спираль удобства Значит будем снабжать Ее удобствами Итак Спираль удобства Вот Это Что здесь у нас? Давайте еще раз посмотрим Ну давай Отлично И Спираль удобства Урон Электричество И вот это А здесь у нас Чистый урон 44 Хорошо Теперь 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 Вот это Ну и что? У нас 24 Спираль холода 38% Ну что-то я не замечаю Какого-то эффекта Так Есть Холода Повреждения брони Отлично Здесь 38 37 Есть И Вот здесь Давайте вот это добавим Холод Теперь Проща Ну проща у нас Что-нибудь есть От холода Да 38% Есть Здесь Удобство Огонь 47 Стоп Огонь 47 И наверное Электричество Добавим 35 37 37 37 Так 37 электричества 37 холода Здесь Здесь 16 урона Заражение Электричество 27 Спираль Электричество 33 Урон А здесь 35 И вот это Отлично Теперь Что у нас Еще осталось Неотбалансированное Давай Холод Здесь Холод Здесь Холод Ну-ка 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 Что ты здесь Предложишь 37 Холода 103 103 Единицы К холоду А сейчас У нас Сколько Покажите Мне Ну-ка 24 Холода И электричество Нет Мне Это Не нужно Мне Не нужно Здесь Совокупно Электричество Мне Нужен Холод Итак Холод Холод И Повреждение Брони Великолепно Поэтому Получается Что у нас На прощу Карха Тьмы Сколько Там 38 Холода А здесь 24 Не 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 Электричество Сюда Не Пойдет Электричество Сюда Не Пойдет Что нам Предлагают Удобства Удобства Нет Тоже Не Пойдет Дальше Смотрим Дальше Смотрим Итак Охотничий Лук Карха Тьмы Готов Проща Готова Высокоточный Лук Карха Урон Свыше 100 Единиц Урона У нас Получается Ну-ка Охотничий Лук Карха Тьмы 48 Единиц Урона Здесь 100 Единиц Урона Мы Догнали Двумя Модификациями До Сотни И Что Получается И Получается Что Здесь У нас 110 Единиц Электричество Мне не Нужно Отлично Ну тогда Получается Что На высокоточном Луке У нас Будет Сидеть Максимальный Урон И Получается Что 100 Единиц У нас Сноса Броней Ну все В принципе Нетемет Мне не Нужен Так Копье Что По Копью Модификация 20 Давайте Посмотрим 16 14 13 18 Урон От Копья Вообще Короче Дресня Лютая Просто Лютая Хорошо Друзья Мои Теперь Теперь мы С вами Отправляемся Знаете Куда Это Что У нас Охотничья Стрела Есть Стрела С жестким Наконечником Отлично Эффекты 30 Ну 75 Он Броню Пробивает Дальше Комплекты Для Высокоточного Лука И Еще Замечательно Здесь Морозильные Стрелы Достаточно Электрическая Стрела Мне Она Не Нужна Сифилиз Готова Проща Морозильную Делаем Естественно 50 Единиц Проща Теперь В два Раза Меньше Будет Морозить Но Это Нормально Потому Что Проща Это Оружие Ближнего Боя Огнемет Мне Пока Не Нужен Боеприпасы Для Буревика Мне Пока Не Нужны Здесь Боевой Лук Что Тут Морозильная Сколько Она За раз Делает Шесть Штук Не Не Буду Я Тратить Ресурсы Это Невыгодно Теперь Нам С вами Нужно Переместиться К Торгашу Чтобы Купить Чтобы Купить Ресурсы Для Высокоточного Лука Карха Неправильно Указано Место Вот Так Во Да Мы На это Потратили Девять Минут Я Не Буду Это Резать Я Хочу Чтобы Все Это Вы Видели Во Оч У Нас Профильная Балансировка Мы Четко Определяем Какой Лук Для Чего Нам Нужен Лук Банук Для Замораживания Преимущественно Преимущественно Для Этого Для Всего Остального Есть Мастер Карт Вот Подземный Коготь Угу Пошло уже Шесть В Да В Последний Раз Итак Элой Че ты С ума Сходишь Скажи Мне Пожалуйста А Это Я Все Забываю А Таргаш Где А Вот Тут Где То Здорово Родной Давай Ресурсы Мне нужны Мне нужен Провод Уууу 82 Сколько у меня Сколько 4000 Поистаскались Мы с вами Друзья Прилично Между прочим Поистаскались В этом Бою Поэтому Сейчас Будем Затариваться Нельзя Так Это Очень Дорого Так Воевать Это Очень Дорого Сколько Еще Могу Купить Ну Ка 3000 О Нормально Теперь Че Продать Я Могу Могу Конечно Это Что У нас Линза Огнеклыка Да Это Серьезный Ресурс Что Там Говорить Так Фотоаппарат Вот так Но мы Ничего не отбили По экономике Конечно Итак Я напоминаю Что у нас С вами Продолжается Плановый Отстрел Огнеклыка И Чка Я надеюсь Я надеюсь На то Что мы С вами Благополучно Двоих Еще Снесем Я Очень На это Надеюсь Прям Очень Сильно Игра Игра Что ты Так Медленно Загружаешься Возможно Придется Перебалансировать Оружие Опять Возможно Может Может быть У нас Получится Дополнительно На Отбойник Мовешать Дополнительных Стрел Посмотрим Пока Не Уверен Пришли? Но Но Так Игра Не сходи С ума Пожалуйста Вот сюда Задание Какое А Ну Огнеклыки Да Карта Двигаемся Вот сюда 234 Шага Это Жираф Это Жираф И Как Обычно Нам Созданы Просто Изумительные Условия Для Ведения Охоты Идет Снег Наша Любимая С вами Погода Которая Просто Нас С вами Неимоверно Радует В этом Прохождении Не только В этом Но и во всех Других Да Сейчас мы Спокойно Доберемся Я надеюсь И пойдем Решать вопрос С огнеклычком Нет Нет Это мне Не надо Вот это Вот я Оставлю Что А так Бежим Элойка Да Ну ладно Как скажешь Радость моя Как скажешь Как скажешь Как скажешь С тобой Сложно Спорить У тебя Весомые Очень Доводы Очень Весомые Так Так Сто Единиц Урона Получается Что Две Стрелы Огнеклыка По идее Должны Морозить Костер Но мы его Обнаружили Уже Сколько Там у нас Семь Ну давайте Вот так Сейчас мы Технично Так подойдем Зажжем Его Вот так И потом Начнем Охоту Это кто Это он Это огневолк А мне нужен Огнеклык Огневолк А где Огнеклык А Впереди Огнеклык Впереди От костра Огнеклык Отлично А мне нужен Огнеклык Молодец Элойка Все Демонические Все Демонические Вот Огнеклык Ну И каким Образом По разумению Разрабов Я должен Это сделать Здесь целая Орава Деятельных Деятелей Который Мне будет Тупо Мешать Охотиться Видимо Так Задуман Ну я знаю Лойка Знаю Шо Ты Не Суетись Костер Еще Костер А Вон Еще Костер Так Так Не бесите Пожалуйста Мы Сейчас Аккуратно Туда Пройдем Подальше И мне Нужно Понимать Куда В случае Чего Могу Спрятаться Потому что Не факт Что Наша Задумка С ребалансом Удалась Оружие С ребалансом Оружие Поэтому Надо Перестраховаться Да Огневолк Там Далеко Так Костер Открыт Прекрасно Ну что Пробуем Друзья Мои Да Давайте Пробовать Нет Прежде Давайте Сохранимся Так Нас Не должны Заметить Или Увидят Все равно Слушайте Ну это Кто Это Он Так Это Вообще Бизон Огни Клык Это Один А это Бизон Угу Так И каким Образом Тут провести Эту Сверх Секретную Операцию Надо Будет Его Целенаправленно Просто Выцеливать По другому Не получится Это Не он Так Кто А Ну они Все К холоду Короче Уязвимые Поэтому Это Несколько Типа Упрощает Процедуру Ну что Давайте Друзья Мои Пробовать Ну-ка Но я Что-то Не заметил Там Какого-то Серьезного Прибава В уроне Где он там Завалила Никого-то Не завалила Илойка Теперь Нет Это Ерунда Полная Где он Бизон Бизон Ладно На Бизона Действует Сразу Увидели Да Все Сами А Вон Он Давай Гуляем Все Готов Ну Видимо Огнеклык Я так Понимаю Рассчитан На то Чтобы с нами Воевать Долго Я По-другому Это Объяснить Не могу Либо Расстояние Может Давай 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 Ну-ка Ну и Чего Это Чушь Друзья Мои Это Чушь Абсолютно И невообразимое Это Никуда Не годится С Огнеклыком Так Не получится Отношение Выяснять Там Нужна Проща Да 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 Нормально 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 Заморозься пожалуйста короче комбинации давай ну вы поняли да от говно давай элойка где где ты сбил все а это электричество вообще ну прелестно прекрасная игра 5 прекрасная боевка вернее опять зажила своей жизнью где он то он и кто это бизона куда он делся наверное это он и есть да это он и куда я там где там быстро да короче да сколько на тебя надо тратить елки-палки это бред это бред просто-напросто иди сюда да прыгай давай элойка ну серьезно чё я не попал по нему есть у него заморозка есть вроде можно это быстрее делать а илойка нормально он там какой-то щит включил давай это только этот 75 единицу и у него этого 100 но толку никакого нет вообще она все равно лучше морозит проща может просто дело в расстоянии если дело в расстоянии то это просто тупое дублирование вот и все и в этом луке ну по большому счету вообще никакого смысла нет мое мнение такое давайте смотреть так иди сюда но это уже опасно конечно это было бредово ему нельзя близко подходить может у него уровень просто выше не знаю ну смотрим отрабатываем чё сейчас разберемся элойка со всеми так давай можно это быстрее делать давай все сделали прекрасно теперь пойдемте повторно с огнеклыком отношения выяснять а где огнеклык из гернового барабана вон он он 18 единиц обратите внимание ну почти ну давай элойка жги серьезно у нас получилось еще пожалуйста элой ну давай быстрее это делай еще где он мороженые контужены ну в общем то что то начинает проясняться уже а у него там щит какой то работает ну не какой то а который защищает его от холода пока пускать бессмысленно ну ка ну вот так чё сядем давайте хорошо заморозили еще элойка еще еще давай еще давай еще еще высадили сейчас еще в него высадим и вот это сколько сколько шесть прекрасно давай ждем давай готов расстояние друзья мои расстояние готов расстояние эксперимент эксперимент из засады проявил свою эффективность показал свою эффективность вот и все то есть ближний бой там совершенно бессмысленен в принципе мы все забрали все забрали без зоны давайте теперь посмотрим друзья мои что из себя представляет одна стрела в действии заморозит или нет у меня есть одна стрела замораживает причем неплохо морозит еще пожалуйста элойка двести девяносто девять единиц сейчас разберемся хорошо это мы посмотрели а теперь вот это не 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 родной расстояние вопрос в расстоянии еще раз повторюсь тут будьте внимательны если будете проходить расстояние играет важную роль теперь поэтому выпускать имеет смысл в мелких врагов по одной стреле чтобы лишний раз не растрачивать снаряды три как раз вот мы сделаем но переключимся вот сюда и у нас осталось только понять насколько эффективна бюджетная стрельба и еще друзья мои и огромное значение имеет натяжение тетивы вон там давай сейчас мы тебя что он не дал до своего друга на добраться да ну ладно ну тогда тебя я грохну так нет я не буду тебя вот этим стрелять нормально прекрасно экономия на лицо плюс этот лук быстрее все да великолепно я доволен что показали опыты что при заморозке нужно все таки комбинировать стрелы и так высокоточным начало добивка бюджетом либо изначально запастись терпением и сносить бюджетом но при этом надо быть готовыми к тому что бюджет займет чуть больше времени и сейчас на пятом огнеклыке мы окончательно с этим разберемся обращайте внимание на натяжку тетивы до тех пор пока не появится перекрестие кто возвращается кто это это вообще кто уязвимость холоду давайте кстати на нем проверим вот смотрите итак сейчас мы натягиваем тетиву видите еще ничего вот оно перекрестило и вот сейчас долбашим ну вот это ты зря кстати затеял родной а может и не зря отходим отходим холод он наш снес значит две стрелы надо это давайте попробуем что не 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 ну ты чё попадает смотрите щас на него вообще никак она не действует очень слабо точнее может расстояние большое ладно давайте так тогда хорошо ладно нет вот этим тогда отбойной да ты чё серьёзно она ему никак тоже что ли а значит сопротивляется ну ладно хорошо хорошо сейчас попали заморозили я не вижу ничего вообще давай лайка так он же вроде замороженный конечно что за чушь это заморожена атаку себя ведет нормально 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 он плотно очень плотные так хорошо где я не вижу не попадаешь не попадаешь алё элойка давай кушай 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 солнце моё нам нельзя с тобой погибнуть ладно вот сейчас он не заморожен нет с ним это не прокатит с ним это реально не прокатит надо надо откуда-то очень сильно издалека по нему шарашить потому что он очень резвые давай лайка будем так всем отношения выяснять высокоточных а убил он меня убил видите нет это надо откуда-то очень издалека стоять по нему стрелять короче по нему надо шарашить этим как он называется высокоточным потому что так его заморозить нельзя он слишком резкий резвый для заморозки но мы отомстим ему это да это однозначно отомстим конечно что там говорить теперь а где он он же здесь должен быть он же должен быть здесь нету его зато нам сэкономил ресурсы прекрасно не вижу заморозить его не получится это должен лететь от заморозки дикий какой-то дикий процент дикий урон от заморозки должен быть просто дичайше поэтому с ним это не покатит ладно пойдемте дальше разбираться с огнеклыком то есть это что это вот отсюда ну прекрасно вообще посмотрим сейчас и плюс еще вся проблема в натяжении тетивы пока тетива до предела не будет натянута можно даже не заморачиваться копьё ему вообще никак кстати давайте отсюда я никак так ну-ка а мне не туда мне вообще в другое место мне вон туда и логика ну спрыгни пожалуйста вот так давай давай радость моя вот ну прыгай чё ты не стесняйся тихо 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 так я по моему куда-то не туда пошел да я по моему явно пошел куда-то не туда и мне если честно непонятно мы вот отсюда пойдем мне отсюда маршрут наверное будет понятен понятней по факту получается по факту получается что оно все это оружие ближнего боя практически ну это тот лук чё а теперь куда ёлки палки игра ты подкалываешь что ли мне чё теперь на ту сторону перелезть надо я думал это проще будет элой давай показывай класс паркура что такое вот и весь паркур продолжаем паркурить хорошо элой давай это может может вот я вижу палку вот еще а чё тебе мешало это сделать самого начала скажи мне пожалуйста упасть надо было обязательно непонятно ну давай то она сама лазить то и помощь нужна хрен разберешь короче ладно илойка нас с тобой все равно пристрел к оружия 544 метра по верхнему уровню ладно вами наверно сразу вот так чтобы три стрелы у нас с тобой было куда бежим получается что мы спустя поднялись наверх но в итоге как-то оказались снизу что ли ну да сейчас костры вот так вот отбежим откроем чё в принципе тоже неплохо хилки опять же соберем как обычно везде есть и плюсы и минусы друзья мои но нам бы под сумок увеличить для нашего чудесного оружия давай лойка поднимайся я не понял здесь чё костер не предусмотрен это кто демонический падальщик пошел он вон этот падальщик него не нужен у меня не интересен машина разозлилась иди сюда машина ну-ка машина разозлилась машины пора на тот свет машина разозлилась он даже еще не успел остынуть вы обратили внимание может чью это зависит от размера добычи я имею ввиду скорость замораживания может быть такое может быть почему нет машина разозлилась собираем хилки надо будет посмотреть можно ли увеличить боезапас для нашего лука так костер впереди где-то впереди да причем не где-то слева даже слева хорошо игра уломала такие вот у нас свои приключения я так понимаю горные да мы с вами где-то горах шастаем а где там был костер да а где он там но в принципе в принципе будет неплохо все так как мне кажется спуститься потому что костер нужен ладзи здесь постоянно и так вот бегать поэтому по им горам мне вообще особого желания нет то есть честно вот он костер прекрасно давайте сохранимся он скорее дорога заметно вот по ней мы побежим все нормально все мы все сделали правильно поэтому бежим настоящие приключения у нас с вами друзья сколько там такая все уговорю говорю говорю и да никак не открою раздел изготовления для того чтобы определить можем ли мы можем ли мы так это что для боевого лука до увеличить вместимость 34 вот так давайте посмотрим что у нас в итоге получилось с вами 25 вот это я понимаю дело вот сколько он по 6 за раз прекрасно ну и сифилизных стрел на делаем все теперь другое дело заживем прям вообще как короли давай и лайка 240 метров осталось барашка барашка ну-ну-ну умри пожалуйста иди сюда мне мясо надо учет и есть там синее талисман череп животного надо же у барана талисман какой то есть это удивительно просто что там лентороги зона обитания настей тогда когда мы пришли уже прикольно дать то что надо то есть они чего хотят сказать что за все время нашего путешествия до места назначения у нас только один костер может быть что ли что за чушь и лойка с по кухоням мерзни радость моя но это конечно никуда не годится думать да 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 и лойка думай то это это не он часом огневолки штетил где огневолки достали уже лучшие друзья наверное наших друганов огнеклыков так а отлично ну что давайте теперь засаду искать как думаете но это не годится для засады никак ну вот я вижу камень вот этот вот ну может быть вот этот вот да грилдрик а грилдрик я пришел тебя убивать как ты на это смотришь положительно на это смотришь или отрицательно дайте мне дайте мне камень чтобы я в него шмалял и все безнаказанно шмалял как прошлый раз я б не отказался потому что в ближний бой с ним ступать я не хочу это глупо и самоубийственно давай лойка чё и так вот сейчас смотрите на перекрестие вот видите это значит что все можно стрелять давай попадет интересно 199 это потому что я папа увидел да увидел ладно но ничего страшного в этом нету это нормально где он господи а ты что хочешь ну ладно где он там сейчас мы разберемся этот чувак ему помог меня найти так и давайте готов прекрасно а еще еще один пришел умереть хочет ладно давайте два наверно две стрелы нам дали для него хватит а потом огни клыка грохнем чё вслепую шмальнем давайте посмотрим какой эффект будет нормально заморозили чё давай тяжело это как простите 598 уральт надо так эпично все профукать я молодец да ладно сейчас еще мы ему подарим заморозку чё проблемы вот это да заморозку подарить не получилось вставай элойка вставай вставай ты чё теперь решил я не понял офигел что ли где этот деятель давай войку сторону пройди в сторону в сторону ничего страшного где он зачем вот так ты посмотри все равно офигеть мне вылетает ладно ладно иди сюда где он ты еще не сдох давай критуем элойка но этот крит ему мало на что влияет я вообще не вижу где я давай элойка ну стрельни пожалуйста вот так сдох он да он сдох что такое только не говори между мы подняться не можем где он это был очень всрат и бой ладно так что у нас есть есть здесь есть все ищем этого деятеля и и и и и и падают снежинки где он там давайте еще одну стрелу третьего так чтобы понимать где здесь теперь спрятаться можно и лойка пожалуйста ну быстрее радость моя сколько у нас давай где он там не успеваю я просто не успеваю что то а что сейчас помешало а где он так хорошо очень медленно лук медленно в смысле на урон вообще никак не на урон вернее на перезарядку который высокоточные да но это бред но это же вообще ужас просто это что вот сейчас было скажите мне пожалуйста что зачем ты это вытащила и лой да не но она пока прицелится нет нет это бред это надо очень близко подходить это надо очень близко подходить сейчас я подожду пока она офигеть и где я да стреляй ты господи еще доставай очень мало это вообще никуда не годится это очень мало 299 единиц урона это что это смешно просто 299 единиц урона по замороженной туши нормально 299 единиц урона по замороженной туши нет давай лайка свели мала я недоволен уроном ай-яй-яй попал да гаденыш попал ну ладно он упал да он упал хорошо прям в жопу влетела расстояние господа расстояние расстояние давай не так не получится это бред это бред лютый элойка ну давай 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 ну что я не могу меня это добивает просто она очень медленно это делает очень надо убыстрять обращение с этим луком и тогда может быть мы достигнем результата не раньше ну смотрите видали нет тут расстояние это расстояние решать это совершенно однозначно это совершенно однозначно надо прокачивать удобство точнее сказать не удобство а обращение и там и там что никуда не годится совершенно да не ну это это что я это заморозил его я думаю надеюсь что да что там блин нет я его не заморозил ни хрена давайте ты достал уже что патроны кончились боже мой сколько надо а теперь элой ну давай ну давай давай 896 это мало это вообще ничего это просто ничего ты посмотри и здесь он меня увидел вот я считаю что эффективность этого боя нулевая мы просто тупо просираем ресурсы вот и все надо будет скорость скорость увеличивать потому что это не дело то с какой скорость она вот эти вот стрелы натягивает закладывает в лук давай элойка вообще никак обратите внимание теперь хотя бы давай по две ладно нет давай это побыстрее будет нормально все таки заморозка плюс бюджет потому что бюджет он динамичнее он быстрее все да бюджет высоко точно не годится не годится абсолютно потому что он слишком медленный и на этом как он называется господи вот этот лук который у нас замораживает боевой лук банук там надо будет обращение прокачивать потому что это чушь полная с такой динамикой это никуда не годится вообще мы еще раз сопоставим урон еще раз сопоставим урон и посмотрим насколько целесообразно насколько целесообразно вкачивать урон высоко точно лук а не в бюджетные которым этот обычно охотничьи потому что ну это что вот это вот в день по чайной ложке нет это не годится никуда это не годится сами по себе ресурсы очень дорогие стрелы эти очень дорогие плюс еще вот такая скорость ну зачем это хочу зажечь костер мани у меня такая костры зажигать так пойдите побеседуем с налтуком налтук пять огнеклыков йохт чё скажешь я слышал аратак сказал что аурея мне мне жаль налтук не надо аратак сказал что в конце она была исполнена синего света она добилась того чего всегда хотела когда меня гложет сомнения я хочу спросить ее совета потом вспоминаю теперь лишь я сам могу дать себе совет ну ничего привыкну у нас много дел огнеклыки аратак просил помочь тебе с ними опасное дело зато можно отвлечься так что полагаю я благодарен мои разведчики смогли их выследить давайте уточним я надеюсь что ты прав что аурея добилась чего хотела я в этом я в этом уверен все ее подвиги тот плен у карха общение с душой победа над демоном она всегда добивалась цели которые ставила и в конце концов награды ей стал сам синий свет в песнях поется что мы плохие сосуды для света наши сердца темны но хотя бы на миг перед смертью аурея почувствовала себя его частью вижу ты не уверен что достоин занять ее место аурея вдохновляла что бы ни случилось новые машины бойня у барабана мы знали что выдержим она выдержала куда больше не знаю хватит ли мне силы духа доверие нужно заслужить даже собственное но ее доверие ты заслужил она верила тебе это по силам и я верю правда знаешь я слов на ветер не бросаю тогда я обязан оправдать твои ожидания я уже прикончила всех огнеклыков сделано вот и все теперь от демона не осталось ни следа это последние ноты в песне ауры благодаря тебе жители зарубки вздохнут спокойно теперь мы начнем новую жизнь я рада что помогла а мы то как рады спасибо отлично из горна нет у нас еще есть задание кого то шо вы шо где наш кастрик где костер где то здесь костер я 50 уровня да какая прелесть максимальный запас здоровья плюс 10 вон костер кто так умеет в деревне кроме меня скажите мне теперь друзья мои давайте сразу опять же вернемся к балансу оружия модификации оружия высокоточный лукарха у него только урон да сколько у него урона 100 единиц хорошо это охотничий лукарха у него урон 60 24 единицы здесь здесь вообще не то вернее так сейчас подождите стоп это что это проща 24 единицы урон у него то есть получается что мы даже при самом большом раскладе при самом большом раскладе а стоп 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 48 единиц урона это какими стрелами это вот этими которые это стрелы которые с твердым наконечником по моему да да удобство 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 спираль урона 44 так знаете что давайте сделаем давайте вот сюда закинем урон если он есть еще нет тогда давайте разберемся с высокоточным луком карха здесь у нас спираль урона ну-ка чё он нам показывает 100 единиц урона да если мы одну модификацию снимем чё он нам покажет 74 тогда получается что мы вот сюда сейчас перекинем удобство урон электричество здесь удобство повреждение брони вот сюда вот так и так что у нас получилось у нас получилось что 56 единиц урона мы сейчас имеем все равно это меньше чем на высокоточном луке но сюда мы перекинем удобство вот и что получается у нас а здесь нету таблицы нету удобство 32 74 урон ну и отбойный 100% броню сносит попробуем так здесь 56 здесь 74 на 16 единиц вот здесь меньше и он быстрее в обращении ладно в следующей серии будем обкатывать эту модификацию посмотрим насколько это удачно получилось ссылка на плейлист в описании под видео подписывайтесь на канал на паблик на инстаграм ставьте лайки пишите комментарии жмите колокольчик всем до новых встреч и всем пока